Приветствую вас, уважаемые дамы и господа! И сегодня опять снова мы с моим фантомом Три Стандарт хотим предложить вам еще одно обучающее видео. Сегодня мы поговорим о его компасе, о том, как его калибровать, о том, когда его калибровать, о том, как он устроен вкратце, без лишних подробностей физических, и о том, почему важно его калибровать. Я думаю, начнем мы непосредственно с калибровки. Сейчас я вам покажу самый общеупотребительный способ его калибровки через меню программы DJI GO. Приступим к просмотру. Итак, чтобы начать калибровку компаса, вам необходимо просто перейти в меню статуса коптера, нажав на бегущую строку, где отображается текущий статус. Далее выбираете пункт «Компас», там будет кнопка «Калибрейт». Кнопка «Калибрейт» переводит вас в режим «Компас», отвечаете «Ок» на предупреждение о магнитных полях, у вас появляется картинка с тем, что надо делать дальше. И следуйте, собственно говоря, предписанием, показываемым на экране. Ну, это просто. Вам нужно провернуть ваш коптер на 360 градусов против часовой стрелки, сначала в горизонтальном положении, а потом повернув его камерой вниз, как будет показано в видео. Ну вот, мы с вами посмотрели только что один из способов входа в меню калибровки, начало калибровки. Однако есть еще один способ запуска режима калибровки через пульт, через тумблер пульта. Сейчас я вам его покажу, тоже в одном из видео. Переключатель S1, пожалуйста. Трехкратное переключение его из верхнего в нижнее положение запускает режим калибровки компаса без нажатия чего-либо в программе DJI GO. Демонстрируем это. Раз, два, три. Да. И вот у нас запущен режим калибровки компаса. Пожалуйста, уважаемые дамы и господа. Режим калибровки компаса запускается. Вот он. Ну вот, с калибровкой закончено. Теперь вы знаете, как калибровать компас. А что еще хочу отметить сразу же. Вот наш квадрокоптер. Вот его батарейный отсек. Вот его задняя часть. Когда он нуждается в калибровке, реально нуждается, то его задние огни мигают желтым. Если он в калибровке не нуждается, а вы просто решили перекалибровать его на новом месте, то они мигают зеленым, как обычно. Так вот, когда вы запускаете режим калибровки, они загораются ровно желтым светом. Вот эти два задних светодиода. Когда вы делаете первый круг в горизонтальном положении, вот так, то цвет этих светодиодов сменяется на постоянно горящий зеленый. Ну и когда калибровка завершается, то цвет их сменяется, собственно, их статус сменяется на моргающий зеленый, как обычно. Вот, в общем-то, все, что касается калибровки. Самой калибровки. Теперь мы с вами поговорим о том, когда ее надо выполнять. Ну, во-первых, когда вы купили новый квадрокоптер и хотите выполнить первый полет, обязательно калибровать необходимо. Когда происходили ошибки компаса, допустим, при полетах вблизи металлических объектов или источников магнитных полей, и DJI GO выдавал вам ошибку компаса, тоже надо перекалибровывать. Если место предыдущего вашего полета находится более чем в нескольких десятках километров от текущей позиции ваших полетов, тоже надо калибровать. Ну и кроме того, я бы рекомендовал еще перекалибровывать компас, ну, скажем, раз в 3-4 полета хотя бы, даже если вы где-то поблизости летаете. Лишний не будет, от этого он не ломается. Теперь я бы хотел с вами обсудить, как он устроен вкратце. В компасе квадрокоптера, да и других квадрокоптеров, в общем, не только DJI Phantom 3 Standard, используется принцип Холла. Холл – это физик XIX века. Для, чтобы не углубляться особо в дебри физики, скажу только так. У нас есть проводник с током, ну, скажем, вот такая пластина с током, из-за ней течет ток. Одновременно с током у нас проходит магнитное поле. Через этот датчик, через эту пластину назовем датчиком. Ну и, значит, магнитное поле вызывает отклонение текущих носителей заряда к одной из сторон нашей пластины. Допустим, к верхней или к нижней. Сверху, допустим, у нас образуется избыток электронов, то есть они отклоняются, поток отклоняется, а снизу – недостаток. Так вот, по недостатку или избытку носителей заряда можно понять угол, под которым магнитно-силовые линии проходят через датчик. Вот на этом принципе, собственно говоря, и основан компас нашего квадрокоптера. Ну вот, собственно говоря, дальнейшее, о чем мы поговорим, это, собственно, зачем это все нужно. Как вы понимаете, из принципа Холла следует, что мы можем определить направление прохождения магнитных силовых линий через датчик, через данный случай компас нашего квадрокоптера. Нам нужно от него что? Нам нужно определить, как именно в данной местности проходят магнитные силовые линии земного магнитного поля, магнитного поля нашей матушки Земли. Вот именно, собственно говоря, для этого, чтобы понять, как они проходят, нам нужно, чтобы поле, чтобы магнитно-силовые линии отклонялись относительно датчика. Именно для этого мы выполняем вот эти вот танцы с бубном. И в этом же состоит основная опасность. Очень чувствительный датчик. Магнитное поле Земли очень слабо. И малейшее отклонение от вблизи расположенных больших металлических предметов, подстанций, проводов ЛЭП вносит искажения. То есть, грубо говоря, в данном случае вы измеряете положение направления не магнитных силовых линий Земли, а магнитных силовых линий вашей трансформаторной будки во дворе. Как вам такое? Ну, то, для чего служит компас, я думаю, понятно. У нас есть программное обеспечение. Да, наш квадрокоптер в обычном понимании слеп. Он абсолютно слепой. Он полагается только на показания своих приборов. В данном случае, когда ему требуется удерживать курс на какую-либо точку или просто удерживать курс, программному обеспечению нужно знать, собственно, куда направлен нос, на какую сторону света. Если компас неправильно откалиброван, то ваш квадрокоптер не вернется к точке дома. Если, допустим, вы проводили калибровку в гляди трансформаторной будки и запомнили курс на эту трансформаторную будку как курс на север, ваш квадрокоптер может потеряться или даже упасть. Вот для чего очень важно правильно калибровать компас. Правильная калибровка компаса, я же сказал, в каких случаях, но она нужна, во-первых, а во-вторых, в каких местах его нужно калибровать. Просто подальше от больших металлических предметов, в том числе скрыток, которые вам могут показаться, которых вы можете не замечать. Например, арматура в стенах зданий, массивные металлические каркасы зданий, это все вносит искажения. Ну вот, подальше от источников электричества, подстанций, лэб, все это вносит искажения и все это может привести к катастрофе. Будьте осторожны, уважаемые дамы и господа. Калибруйте компас правильно, это очень и очень важная часть вашего квадрокоптера. А на этом наше видео подходит к концу. Спасибо, что смотрели нас, я надеюсь, что это видео помогло, помогло вам. Приятных вам и безопасных полетов. До свидания. До свидания.